36% россиян считают главной проблемой страны низкий уровень жизни, который напрямую связан с низкими зарплатами и пенсиями. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как выяснилось в ходе проведенного в начале августа опроса, невысокие зарплаты вызывают тревогу от 24% россиян. Также люди переживают из-за нищенских пенсий, по этому поводу тревожатся 12% россиян. Аналитики отмечают, что люди все больше переживают из-за материальных проблем. Еще в начале года низкие зарплаты волновали 18% опрошенных, а год назад таких было только 14%. Однако, как утверждают приморские эксперты, во Владивостоке люди настроены более позитивно. Регионы, имеющие высокую долю прикраничной торговли, это Приморский край, это, к примеру, Сахалин или это Калининград, любые регионы, которые так или иначе вовлечены в мирохозяйственные связи, демонстрируют динамику, существенно отличающуюся от динамики большой земли. Мы видим очень много людей вокруг нас оптимистичных, бодрых, деятельных. А если вы сейчас пройдете по улицам и снимете лица где-нибудь, так сказать, в моногородах центральной России и сравнитесь с Владивостоком, вы поразитесь, насколько мы находимся в более выигрышном положении. Кроме того, у нас накоплен очень серьезный опыт выживания в условиях, когда на протяжении 10 лет страна про нас практически забыла. Поэтому сейчас, какие бы сложности не переживала российская экономика в целом, Приморский край будет выглядеть лучше аналогов. Также оптимизма Приморцам добавляют особые экономические режимы, которые действуют в крае. Свою роль играют мероприятия мирового уровня, которые проводятся во Владивостоке ежегодно, например, Восточный экономический форум. Сами горожане подтверждают, что в первую очередь их волнует здоровье, будущее их детей, экология, а вслед за этим уровень зарплат и пенсий. К слову, средняя зарплата во Владивостоке составляет 41 180 рублей, что на 1300 рублей выше, чем в среднем по России. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.